Добрый вечер, с вами Кит Финанс Брокер, меня зовут Лембит Укейв. Сегодня мы с вами познакомимся с основными методами управления риском. Узнаем их плюсы и минусы, а также рассмотрим ключевые моменты метода эволюционное увеличение риска, которые я даю на своем курсе 5 шагов к успеху в трейдинге. Знакомство с методами управления риском начнем с его основателя. Отцом-основателем теории управления риском по праву считается Даниил Бернули. В своей научной статье по оценке риска, которая подтолкнула к развитию теорию ожидаемой полезности, он предложил, что людям присуща логарифмическая функция полезности. Бернули отметил, что вследствие этого, когда прибыль не изымается, а снова реинвестируется, для оценки степени рискованности сделки необходимо определить среднее геометрическое значение от вероятности каждого возможного исхода сделки в отдельности. Также Бернули первым применил математический анализ к задачам теории вероятности. Мы же сегодняшнее наше занятие начнем с метода управления риском, который, по слухам, предложил другой известный французский ученый-энциклопедист и математик Деламбер. Метод еще носит название Мартингейл Деламбера. Правда, других серьезных доказательств того, что Деламбер был причастен к созданию Мартингейла, не сохранилось. Сама система Мартингейл известна еще с середины 18 века, причем под современным названием. Эта система была создана для игры в рулетку. Суть системы заключается в следующем. Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки. После каждого проигрыша игрок должен увеличить ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии с небольшим доходом. В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке. Используя систему Мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Особенность Мартингейла заключается в том, что при росте депозита риск остается постоянным, но при снижении депозита риск стремительно возрастает. Посмотрите на график. Что создает помимо нагрузки на депозит, значительную нагрузку на ментальные резервы трейдера. Трудно при череде убытков увеличивать риск с каждой новой сделкой. Такая стратегия управления риском ведет к значительным убыткам и психологическим срывам. Результатом работы по Мартингейлу будут редкие значительные потери и частые, но незначительные прибыли. А нам нужно зеркально обратно. Также, что немаловажно, метод работы по Мартингейлу создает значительную нагрузку на психику трейдера, что ведет к перегрузкам и выгоранию. Вывод. Работать по методу Мартингейла не стоит. Теперь давайте перенесемся в начало 20 века, который ознаменовался бурным интересом к теории вероятности и математической статистики, что идет рука об руку с развитием методов управления риском. Следующий наш герой – это математик Джош Вильямс. В своей статье «Спекуляции и арбитраж», описывающей торговлю хлопка, Вильямс в 1936 году утверждает, что спекулянт должен сделать ставку на репрезентативную цену в будущем и указывает, что если прибыли и убытки трейдеров реинвестируются на рынки, методом расчета такой цены будет вычисление геометрического среднего из всех возможных оценок при данных условиях. Значительный интерес к теории вероятности приводит к тому, что в середине 20 века, а конкретно в 1944 году, математик Джон фон Найман опубликовал в соавторстве книгу «Теория игр и экономического поведения». Сейчас это классическая книга и на ней базируется вся современная теория игр. В этой книге была описана функция полезности фон Наймана, наиболее известная функция ожидаемой полезности. Представляет собой мат ожидания полезности, набор облак с заданным распределением вероятности. Это означает, что полезность является линейной по вероятности. 20 век был богат на ученых, работавших над проблемой теории игр. И самым известным из них были ученые из Bell Labs Ларри Джон Келли-младший, создатель критерия Келли, Бип, Латане, Эдвард Торп, Гарри Марковиц, Ральф Винц. Остановимся на Ральфе Винце, так как его разработки имеют для нас сугубо практическое значение. В своей книге «Математика управления капиталом» Ральф Винц расширил формулы Келли под видом метода определения размера позиций, который он назвал оптимальная F. В принципе, метод оптимального F является частным случаем метода, имеющего в среде трейдеров название метод фиксированного процента. Особенностью метода фиксированного процента является то, что риск фиксируется в процентном соотношении к депозиту и является неизменным. Одним из пропагандистов данного метода является Александр Элдер, который в своих книгах пропагандирует правила 2 и 6%. Правило 2% гласит, максимальная потеря по одной сделке не может превышать 2% от капитала или депозита. Правило 6% означает, что суммарные месячные потери должны составлять менее 6% от капитала на первое число месяца. На одном из семинаров, когда Александру задали вопрос, можно ли превышать 2,6%, заменив их, например, на 3,10%, он ответил, я очень люблю прыжки вниз головой с резинкой, так называемая тарзанка, но я же не прошу из-за этого удлинить мне резинку. Удлинение резинки чревато моей смертью. Также увеличение процентных ограничений в управлении капиталом чревато смертью вашего торгового счета. Теперь посмотрим на поведение графика фиксированного процента. Из графика хорошо видно, что особенностью метода фиксированного процента является то, что риск растет пропорционально росту депозита. И снижается также пропорционально снижению депозита. Казалось бы, в этом есть достаточно здравого смысла, чтобы использовать данный метод. Но, на мой взгляд, метод фиксированного процента требует частой перенастройки. То есть мы должны регулярно после каждой сделки переоценивать допустимый риск на сделку. Я говорю в контексте лотов. Думаю, что это неудобно, хотя и не лишено здравого смысла. Теперь посмотрим на частный случай метода фиксированного процента, так называемый метод фиксированной фракции, разработанный Ральфом Винсом на основе формул Келли. Основная идея Ральфа Винса звучит так. Доходность при одинаковых условиях, но разных количествах задействованного процента от капитала существенно разнится. Идея оптимальной фракции хорошо изложена в его книге. Не буду детально останавливаться на методе оптимального ф, так как сам метод подробно описан в книге. Тем же, кому лень читать такую толстую книгу с таким большим количеством формул и графиков, рекомендую прочитать статью Тимофея Мартынова на оптимальное ф на сайте Smart Lab, где подробно освещена суть. В любом случае, советую ознакомиться со статьей, так как она без лишней воды позволит вам познакомиться с методом, и если уж заинтересует, тогда и прочитайте книгу Ральфа Винса. Следующим методом, который мы сегодня будем рассматривать, это метод фиксированной пропорции. На мой взгляд, это одна из интереснейших разработок, достойных для изучения. Для начала, несколько слов о его создателе. Райане Джонсе. Райан Джонс, известный трейдер, автор метода управления капиталом фиксированной пропорцией. Начал свою карьеру на биржу в 16 лет. Свою первую книгу написал в 26 лет, став одним из самых молодых авторов книг на данную тематику. В 2001 году он принимает участие в ежегодном чемпионате мира по трейдингу, проводимом компанией Robins Trading, и становится известным благодаря своей торговой системе Power Trading для торговли фьючерсами, и также разработанному им методу управления риском. Познакомимся с фиксированной пропорцией ближе. Суть метода в том, что для того, чтобы к уже имеющемуся количеству лотов прибавить еще один, каждый из уже имеющихся должен заработать некоторое количество пунктов. Райан Джонс называет его дельтой. В данной таблице представлено, как происходит переход при увеличении рабочих лотов. Пусть дельта у нас равна 300. Начинаем торговлю с минимального количества лотов единичкой. Когда мы на одном лоте заработаем дельту, тогда можем увеличить количество контрактов до двух. Когда на двух контрактах мы заработаем дельту, по каждому контракту в рублях это выйдет 600 рублей. То можем переходить на три контракта. И так далее. Посмотрим, как выглядит график метода фиксированной пропорции. График капитала растет экспотенциально. Метод интересный, но в данном вебинаре мы его детально рассматривать не будем. Думаю, что метод достоин отдельного занятия. Планирую его в новом году. Подготовлю по нему материалы и проведу отдельные темы. Единственный негативный момент метода это то, что происходит в начале чрезмерное давление на депозит. Но об этом в другой раз. Еще раз рекомендую вам прочитать книгу Райана Джонса. «Биржевая игра. Сделай миллион, играя числами». Итак, мы с вами познакомились с несколькими механическими методами управления риском. Почему эти методы называются механическими? Потому что в их основе лежат только численные методы анализа результата поведения счета. За плечами этих методов лежат серьезные изыскания в области теории игр, математической статистики и теории вероятности. Без понимания которых работа трейдера будет неполноценной. Но. Есть одно но. Дело в том, что трейдер не калькулятор и не компьютер. Поэтому предлагаю вам познакомиться с так называемыми гибридными методами управления риском. Которые наравне с использованием хорошо отлаженного математического аппарата в свой арсенал включают еще и психологические аспекты. Вы спросите, при чем здесь психология в управлении капиталом? Для того, чтобы лучше понять это, давайте представим себе, что вы пришли в спортзал. Наметили себе строгий план, математически выверен, как вы будете прогрессировать в тренировках. Ваш план отвечает последним научным разработкам в области фитнеса. И вам его рекомендовал профессионал с мировым уровнем. Все вроде хорошо, но, как говорится, гладко было на бумаге. Вы начинаете при выполнении плана тренировок сталкиваться с рядом психологических проблем. И если ваш метод не учитывает этого, то он будет как прокрустово ложи. Поэтому математическая эффективность метода, которая имеет научное обоснование и подтверждена убедительными доказательствами, должна согласовываться с психологической обоснованностью. То есть использовать механизмы, позволяющие учитывать качество исполнения стратегии управления риском. Чтобы было понятно, давайте объясню это на примере. Сразу оговорюсь, деталей метода здесь обсуждать мы не будем. Так как конечные точные параметры я даю только на своем курсе «5 шагов к успеху в трейдинге». Но основные идеи, которые позволят вам сконструировать свой метод на основании того, что я вам расскажу, мы здесь оговорим. Итак, что включает в себя математическая эффективность? Первое. Математическое ожидание серии сделок должно быть положительным. Что это значит? Например, вы берете за норму количество сделок за неделю. И таким образом будет получаться, что по итогам недели результат должен быть плюсовым. Либо можно брать конкретную цель как в методе фиксированной пропорции. Либо использовать серию не в контексте времени, а в контексте, например, количества. Количество совершенных сделок. Главный принцип. Один. Это положительное мат ожидания. Следующий момент. Уровень допустимого риска на день. Важно не только понимать, но и иметь четко обозначенную цифру максимального дневного риска, по достижению которого вы прекращаете торговлю. Также важно понимать, как эта цифра будет меняться в зависимости от роста вашего рабочего лота. Следующий важный момент, относящийся уже к стратегической области управления риском. Это правила, регламентирующие переход на новое количество рабочих контрактов. Здесь важно для себя определить, что вы будете делать, когда достигнете цели. То есть, на сколько контрактов будет увеличен ваш рабочий лот. А также понимать, что вы будете делать, если цели не достигли, и результат будет отрицательным. А теперь рассмотрим психологические методы, страхующие нас при управлении риском. Во-первых, это критерий ошибка. Что я подразумеваю под этим названием? Предположим, что вы себе в правило ставите «прекращаю торговлю, как только совершаю три ошибки». Причем, заметьте, вы можете совершить три ошибки, даже еще не совершив ни одной сделки, а страховка уже сработала. Какие бывают типы ошибок и как с ними бороться, мы с вами подробно будем рассматривать на курсе «5 шагов к успеху в трейдинге». Следующий момент. Это критерии правила. Что я под этим подразумеваю? Во-первых, вы должны иметь четкие правила торговой системы. Нарушение торговых правил приводит к тому, что вы, превысив лимит нарушений, перестаете работать. Таким образом, связка критериев математической статистики и психологических маркеров риска позволяет более эффективно управлять риском в работе трейдера. Итак, давайте подведем краткий итог сегодняшнего занятия. Мы с вами познакомились с несколькими механическими методами управления риска. Узнали, что не стоит работать по Мартингейлу. Познакомились с методом фиксированного процента и как частный метод оптимального F. Узнали о методе фиксированная пропорция, который разработал Райан Джонс. И также коснулись гибридного метода эволюционного роста риска. Если вас заинтересовала данная тема, то приглашаю вас на свой курс. 5 шагов к успеху в трейдинге. Курс начнется в следующем месяце и будет длиться 5 дней по 2,5 часа. На курсе мы с вами детально изучим метод эволюционного роста риска. Вы получите подтвержденные статистикой, прибыльные примеры и параметры системы управления риском. На курсе мы с вами заложим фундамент для успешного трейдинга. Это понимание взаимоотношений между покупателями и продавцами и как это влияет на принимаемые трейдерами решения. Ведем крепкие и надежные стены в виде понимания структуры рынка и определения тренда. Добавим к этому такие важные понятия, как сила и слабость. Отметим для себя такой важный момент, что цена всегда будет идти в сторону силы против слабости. Узнаем о самых высокоприбыльных точках входа с высоким потенциалом прибыли к риску. И все наше здание будет увенчано крышей из грамотной системы управления риском, введения статистики трейдера, правил по борьбе с психологическими проблемами, плюс составим план для планомерного эволюционного роста в профессии. Также приглашаю тех, кому важно в совершенстве владеть программой КВИК на мой курс КВИК за 2 дня. На курсе вы научитесь работать с программой КВИК, самостоятельно закрепите полученные знания. После курса у вас будет рабочая тетрадь-конспект, которая позволит вам всегда освежить полученные знания. Начало курса в середине следующего месяца. Курс будет длиться 2 дня по 2,5 часа. Друзья, для тех, у кого возникли вопросы по вебинару или вопросы по курсам, вы можете задать их лично мне, отправив вопрос свой на почту. На слайде моя почта выделена желтым маркером. Также для тех, кто хочет посетить мои курсы, обратите внимание на карту прохода и то, что в первом блоке для прохода вам понадобится документ, удостоверяющий личность. Спасибо за внимание. Жду вас на своих курсах и вебинарах, которые пройдут в ближайшем месяце. Спасибо за внимание еще раз и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok